поговорим о празднике, который был на этой седмице, и потом я еще затрону одну тему, очень важную и полезную для каждого из нас, и затем уже отвечу на ваши вопросы. Итак, братья и сестры, усекновение главы Иоанна Крестителя произошло в 1932 году по Рождестве Христовым. Об этом рассказывают евангелисты Матфей и Марк. После Крестителя. Иоанн Креститель был заключен в темницу Ирода Мантипы, четверовластником, правителем Галилеи, и Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что он сожительствовал с Иродиадой. Это была жена его брата Филиппа. И в день своего рождения, когда Ирод устроил большой пир, ну, сами представьте, какой практически царь, какой бы он мог устроить пир. Там пришли знатные люди, влиятельные. И все было, говоря современным языком, по высшему разряду. И дочь Иродиады, Соломия, танцевала перед гостями, чтобы угодить Ироду и поздравить его таким образом с праздником. Ему очень понравилось, как она танцевала. И он сказал, что она может попросить обо всем, что только захочет. Даже половину царства. А она решила посоветоваться со своей матерью Иродиадой о том, что ей попросить. И та ее подговорила и сказала, попроси главу Иоанна Крестителя на блюде. И Ирод, он был не глупый человек. Он прекрасно понимал, что может быть. Потому что Иоанна люди почитали и уважали. Во-первых, он боялся Божьего гнева за убийство праведного человека. А во-вторых, он боялся того, что люди будут возмущаться. Но тем не менее, он также, видимо, боялся свою сожительницу. И кроме того, разумеется, он боялся опозориться перед своими знатными гостями, которые были очень влиятельными людьми. И произошла, можно сказать, такая манипуляция, когда его поймали на слове. Когда он сказал, что можешь просить все, что хочешь. И у него попросили самое страшное, что нужно... И по преданию, когда Иоанна Крестителя, то Ирод еще как... Иоанн Креститель обличал его. По преданию, уста открылись и глава Иоанна Крестителя произнесла, что Ирод не должно тебе иметь жену, брата твоего Филиппа. Соломия взяла главу Иоанна Крестителя, отнесла своей матери. Она настолько была злой, что исколола язык Иоанна Крестителя и закопала его главу в нечистом месте. Но одна женщина, жена домоправителя Иродова Узы, она погребла святую главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был свой участок земли. И ученики Иоанна Крестителя взяли его тело и погребли в Севастии, там, где и совершилось злодеяние. После убийства Иоанна Крестителя Ирод какое-то время продолжал править, но суд Божий совершился и над ним, и над Иродиадой, и над Соломией уже в земной жизни. Когда Соломия переходила реку зимой, то провалилась под лед. И лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова находилась надо льдом. Она как на земле плясала, так же и, будучи плененной льдом, она так же пыталась себя спасти, но неудачно. По преданию, острый лед перерезал ей шею, и труп ее не был найден. А голову принесли Ироду с Иродиадой, так же, как когда-то принесли главу святого Иоанна Претечи. Представьте, матери принесли голову ее дочери. Аравийский царь Арефа в отмщении за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода, и Ирод потерпел страшное поражение. И был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, потом в Испанию. И по преданию, там они были поклощены разверзшейся землей, видимо, во время землетрясения. И, как мы знаем, Иоанн Креститель большую часть своей жизни прожил в пустыне. Он носил очень грубую одежду из верблюжьей шерсти и питался диким медом, саранчой, еще чем-то, что мог найти в пустыне, что Господь ему посылал. И поэтому он считается таким очень строгим постником. И вот в честь уважения к его подвигу, день праздника, 11 сентября, это постный день, день строгого поста, когда мы с вами, с одной стороны, радуемся, вспоминая Иоанна Претеча и его великий подвиг, но, с другой стороны, грустим о том, какая трагедия совершилась. И здесь у нас идет противопоставление праведного человека Иоанна Пророка и Ирода, его семьи, которые олицетворяли собой греховных людей, которые шли на все, чтобы утвердить свою власть и сделать то, что они хотят, вплоть до убийства, вплоть до смерти человека. Вот такой праздник мы сегодня, не сегодня, а вспоминали с вами 11 числа. И кроме того, хочу сказать, что для меня этот день особенный, еще и потому, что именно на усекновение главы Иоанна Претеча состоялась моя ирейская хератония. В этот день я стал священником 12 лет назад, уже 12 лет я служу Богу как священник. Для меня этот день особенный. Поэтому такое событие мы вспоминали, сейчас немного с вами поговорили об этом. Ну и еще тема, к которой я бы хотел перейти, в принципе, праздник, который мы вспоминали, он ярко это иллюстрирует, о таком манипулировании людьми, которое часто происходит, именно верующими людьми. Ко мне вот обращались многие на этой неделе люди и рассказывали очень похожие ситуации. О том, как нами манипулируют, взывая к тому, что мы верующие люди должны вести себя определенным образом. Это очень часто встречается. Я думаю, многие из вас сталкивались, когда нам говорят, ты же верующий человек. Как Христос говорил, подставь другую щеку. Вот давай подставляй. Или если мы не хотим кому-то деньги дать, нам сразу говорят, ты жадный человек. И здесь не должно быть никаких заблуждений. Мы должны четко понимать, что это манипуляция для того, чтобы нам попасть в эту ловушку, и люди что-то могли от нас получить. Есть такая фраза из Евангелия, я думаю, все вы ее слышали, не бросайте бисер перед свиньями. Это именно об этих ситуациях, когда мы не должны свои христианские добродетели показывать тем людям, которые их не оценят. То есть все наши добродетели, такие как смирение, любовь к ближним и все остальное, ими просто злоупотребляют многие люди. Я привести могу несколько примеров. Одна ситуация ко мне. Женщина обратилась, как в одной компании. Вроде бы все верующие люди, но начальник заставляет выполнять план и брать верующих сотрудников кредита на свое имя, чтобы выполнить план. Представьте, вот такое вот «православие» в кавычках. Где-то мы в семье это встречаем, когда человек, допустим, пьет и тем самым манипулирует близкими, говоря, что они должны его терпеть, что он их спасает. Много других вещей. Также бывает, человеку начинают говорить, что у него ничего не получится, что он ни на что не способен. И зачастую люди начинают в это верить. И вот тут-то начинаются проблемы. В аскетике нет такого понятия «смирять». Мы можем смиряться сами. Все, что мы вообще делаем в духовной жизни, мы делаем это прежде всего по отношению к себе. Мы не стремимся изменить мир. И поэтому нельзя попадаться на удочку тех людей, которые пытаются манипулировать нами, основывая это именно на религиозных каких-то мотивах, к сожалению, как часто это бывает. Я думаю, многие из вас сталкивались с подобными вещами. И я хотел побольше как-то рассказать. Но, честно скажу сегодня, сбила меня эта проблема с интернетом. Поэтому мысли уже не такие четкие, когда я был настроен как-то что-то рассказать. Но вот в общих чертах я с вами делюсь. Я думаю, что много очень на этой неделе мне приходилось заниматься именно такими подобными проблемами. Это, конечно, грустно, когда люди не понимают правильной духовной жизни. И очень хороший вопрос мы можем задать, когда нами пытаются манипулировать. Мы можем у человека спросить, а зачем это делать? Для чего? Нам говорят, что ты должен это, ты должен то. Всегда спрашивайте, зачем это делать? Поэтому бывают разные совершенно ситуации. Я надеюсь, вам это поможет. Вчера я на Facebook проводил трансляцию. Там более широко осветили эту тему. Там мне задавали вопросы. Очень хорошо получилось поговорить про это. Если захотите, можете посмотреть видео на моем канале YouTube, на моей страничке ВКонтакте, в Одноклассниках. А я еще не опубликовал это видео, но сделаю скоро. Олег спрашивает. Почему такая шумиха вокруг автокефалии? Да лес не это автокефалии. Какая разница, есть автокефалия или нет ее? Олег, вы знаете, здесь такая проблема, что сейчас никто из православных церквей не признает, как говорят, киевский патриархат. Потому что это не церковь. Это сборище людей, которые называют себя церковью. Они ушли в раскол, откололись от православия. И Филарет Денисенко, он не митрополит и уже фактически даже не крещеный человек. Потому что отлучили от церкви и лишили священного сана. И если произойдет такой прецедент, что кто-то признает такую раскольническую структуру церковью, то это будет серьезный прецедент. Они уже будут всем рассказывать, что видите, мы такая же церковь, как и все остальные. Поэтому такая серьезная проблема, что одно дело, когда они находятся на таком нелегальном положении, и весь мир об этом знает, совершенно другое дело, когда они получат автокефалию, как они считают, и станут самостоятельной церковью. Это будет очень серьезная проблема. И сам патриарх Варфоломей, он много десятков лет их не признавал и говорил, что это не церковь. А сейчас его мнение по какой-то причине быстро поменялось. Поэтому проблема очень серьезная на самом деле. Это серьезный прецедент, и он войдет в историю церкви. Мы сейчас с вами переживаем такое историческое событие. Татьяна, спасибо, батюшка. Мы ждали, когда начнется трансляция. Да, я тут тоже пытался наладить, перезагружал смартфон, перезагружал роутер. Поэтому не сразу у меня что-то получилось. Ну, бывает, понимаете, это технические проблемы. Даже если уже, казалось бы, вот все сделал, все предусмотрел, все равно бывают какие-то неполадки. Андрей, я думаю, что если ты верующий, то это в своем кругу. А когда вышел в общество, то нужно соответствовать обществу. Ну, вы знаете, я не скажу, что надо обязательно прям соответствовать обществу, потому что мы же не всегда выбираем, в какое мы общество попали. Скажем, стоим в очереди в магазин или едем там где-нибудь в автобусе. Мы же не выбирали этих людей. Если они ведут себя неправильно, мы не будем с ними делать то же самое. Я здесь немного о другом говорил. О манипуляциях, от которых мы не можем скрыться. Это близкие люди и коллеги по работе. То есть мы же не можем совершенно избавиться от общения с коллегами по работе или с близкими. Так и так нам придется с ними общаться. Но очень важно делать это правильно, чтобы не нанести вред своей душе. Сергей, потому что автокефалия несет политические мотивы, в данном случае приведет к разделению христианской общины в Украине. Да, это очень серьезная проблема, Сергей. Я с вами согласен. Я посоветую, посмотрите видео на моей страничке ВКонтакте. В Одноклассниках не помню, опубликовал я или нет. Мой знакомый Андрей Вознесенский, автор проекта «В православии», записал очень хорошее видео, где батюшка все это объясняет. Что такое московский патриархат, что такое киевский, что такое автокефалия, почему это так важно. Очень простым языком, очень хорошо все объяснил. Если я не забуду, я потом ссылочку в комментариях к этому видео опубликую и, возможно, опубликую в группе «Батюшка Любовь». Татьяна, я нарываюсь часто на таких, что провоцируют на группы «Батюшка Любовь». Смотрите, какие православные. Да, вы абсолютно правы. Такой яркий пример манипуляций. Очень часто просят на лечение кого-то. Говорят, что вот какой-то там провождать денег, ты жадный. Хотя понятно, что это аферисты. В 99% случаев. Людмила, здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Олег, а Варфоломей почему поменялся? Никто не знает, почему он поменялся. И это очень серьезная проблема. Мы не знаем, почему так происходит. И никто недоумевает, все недоумевают, как так могло получиться. Как у человека могло поменяться мнение. То есть, понимаете, в духовном плане, в духовном, киевский патриархат, как они себя называют, это как разбойники. То есть, знаете, вот есть такие бандиты, которые одевают, допустим, милицейскую форму и грабят людей. Прикидываются, что они представители власти, а на самом деле это грабители и убийцы. Вот здесь происходит то же самое. Люди облачаются в священные одежды церковные, вроде совершают службу, но по сути это разбойники. И они это знают прекрасно. Нельзя говорить, что они этого не знают. Все они прекрасно знают и прекрасно понимают. И поэтому на Украине только одна церковь православная, московского патриархата. Она самоуправляемая, она самостоятельная церковь. Но это единственная православная церковь, которая там есть. Которую мы считаем значимой. Ирина, доброго здоровья, батюшка. Доброго здоровья. Валерий, батюшка, скажите, пожалуйста, как можно венчаться и что для этого надо? Прежде всего надо иметь желание венчаться и уже быть женатым человеком. То есть при венчании обязательно нужен документ о том, когда люди уже зарегистрировали свой брак, то затем можно совершить венчание. Вы приходите в храм, в котором хотите венчаться, поговорите с батюшкой. Накануне обычно люди причащаются, исповедуются. Желательно почитать о том, что такое венчание, для чего оно совершается, чтобы с искренней верой подойти к этому таинству. Венчание это как благословение на брак, на семейную жизнь, на рождение детей. Поэтому здесь надо подходить осознанно. Чем с большей верой мы подходим к этому, тем больше пользы от этого будет. Очень больно видеть те семьи, которые венчаются для красоты, а потом расходятся. Им приходится потом писать письма архиерею о том, чтобы брак церковный расторгли, чтобы они еще раз могли венчаться. Поэтому я желаю вам Божьей помощи. Это очень хорошее дело. Мехмед, приветствую вас, Святой Отец. Добрый вечер. Олег, будет смешивание света и тьмы. Это вы говорите, наверное, про автокефалию? Да, вы абсолютно правы. То есть это фактически разбойников признают в законной церкви. Ну, конечно же, это недопустимо. Олег, верующий в Арфоломей, а поменялся, оставил он Бога. Ну, я не хочу, конечно, осуждать, но там, да, серьезные проблемы. Отец Георгий Максимов записывал видео на эту тему, когда проходил общий молебен католиков с некоторыми представителями православных церквей. Такое экуменическое движение. Там многие патриархи приехали. Там очень много вопросов, конечно. Мехмед, я думал, украинцы-католики. На Украине есть католики, есть и греко-католики. Разного там хватает. Но как бы православная церковь там одна. Скажите значение слова «Аминь». Будьте добры. Я могу сейчас ошибаться, но если мне память не изменяет, аминь, это означает, да будет так. Не помню, с какого языка. Людмила, всем добрый вечер, добрый вечер. Венчаться – большая ответственность, Татьяна. Да, абсолютно вы правы. Олег, помолитесь, пожалуйста, за мое спасение и здоровье. Помоги Бог вам, Олег. Вы сами обязательно молитесь, исповедуйтесь, причащайтесь. Потому что недостаточно просто, чтобы я помолился там немного за вас. Очень важно, чтобы вы тоже прикладывали к этому усилия. И тогда все будет хорошо. Валерий, Татьяна. Мы женаты уже 10 лет и любим друг друга. Слава Богу, Валерий. Я вас поздравляю. Это хороший срок. Я 12 лет в браке. У меня вот в августе была годовщина свадьбы. Олег Варфоломей не спросил совета у Бога, может погибнуть. Ну, там видите, какая есть проблема. Как Папа Римский говорил, что он является главным по сравнению со всеми. Вот патриарх Варфоломей пытается примерно то же самое делать. То есть, там совершенно небольшая церковь константинопольская по сравнению со всеми остальными. Но он хочет показать себя самым главным. Вот для этого это делается. Конечно, если он признает раскольников, то он увеличивает свою церковь. Но, конечно, в духовном плане это катастрофа самая настоящая. Сама или сама, извините, если я неправильно сказал Ник. Если человек теряет крестики постоянно, это плохо. Ну, надо быть аккуратнее. И поменять, может быть, крестик на какую-то более толстую цепочку, которая не порвется. И не надо придавать этому какой-то сакральный смысл. Бывает такое. Особенно дети маленькие. Они постоянно теряют крестики. Потому что постоянно бегают, прыгают где-то. Может зацепятся или еще что-то. Так что ничего страшного в этом нет. Татьяна. Валерий, дай Бог, я в браке уже 15 лет. Муж только год назад к вере пришел. Слава Богу, что пришел. Вы, наверное, тоже долго за него молились, чтобы он обрел веру. Вот видите, я вижу такие случаи очень часто, когда Господь помогает людям. И близкие через наш пример приходят к Богу. Сабуров, скажите, пожалуйста, Бог признает рабство? Вы знаете, Христос первый, кто стал говорить о том, что мы должны относиться к близким с любовью. И о том, что мы должны прощать. Во времена Христа это считалось даже не революцией, а каким-то очень смелым заявлением о чем-то невероятном, что будет в будущем. Он первый стал говорить о том, что мы должны с любовью относиться к другим. И люди пытались жить по человеческим законам. Конечно, рабство они признавали. И при этом раб, он не считался вообще человеком. Он считался вещью. Если Господин убивал своего раба, его даже никто за это не наказывал. Ему ничего не было. Он мог хоть всех своих рабов поубивать, ему бы никто ничего не сделал. Это его собственность. Он что хочет, то и делает. Христос первый стал говорить о том, что мы должны относиться к людям с любовью. И постепенно, именно благодаря христианству, рабство было отменено. Если бы не распространялись эти христианские заповеди о том, как правильно жить, заповеди блаженства из Нового Завета, из Нагорной проповеди, то люди жили бы совершенно по-другому. Посмотрите сейчас, у нас в некоторых мусульманских странах до сих пор есть рабы, похищают людей, заставляют их на себя работать. И это же все делают мусульмане, но у них это норма. А у нас это не норма. Я не видел ни разу ни одного христианства рабов. В наше время я имею в виду. Поэтому, конечно, Господь объяснял, что это неправильно. Но изменить общество было непросто. Это для нас с вами сейчас привычен, что мы же свободные люди. А в то время совершенно это было невероятно, то, о чем говорил Господь. Андрей, ну у меня друг вроде на латыни Библию или что-то переписывал. Я в больнице был, особо не вникал, что он переписывает. Вопрос в том, как он переписывал, насколько он знает хорошо язык. Может, он там с ошибками понапереписывал. Соборов, почему нет заповедей, не имея раба? Дело в том, что заповеди, которые дал Христос в Нагорной проповеди, они намного выше всех остальных. Почитайте, я советую вам, почитайте Нагорную проповедь, о чем говорил Господь. Именно там он говорил, что надо прощать людей, что даже если человек взял у тебя в долг, ты ему простить должен. То есть очень много вещей, которые гораздо выше. Вы говорите, да, там рабов отпустили, так скажем, частность. А Господь говорил о более общих вещах, которые гораздо выше, гораздо серьезнее. Людмила, у моего отца, Юрия, завтра година, помолитесь за него, пожалуйста. Спасибо большое. Помоги, Господи. Людмила, тоже помолитесь за своего папу. Очень важно молиться за своих близких. Сергей, когда что-нибудь болит, то начинаю раздражаться. Эта страсть сидит во мне, и можно ли все списать на боль? Ну, я не знаю, что у вас болит. Бывают некоторые заболевания, при которых человек становится более раздражительным. Но, возможно, да, мы себя не контролируем и оправдываем себя. Я тоже когда-то через это проходил. Многие через это проходят. Поэтому я желаю вам по-другому посмотреть на боль, которую вы испытываете. Воспринимать ее не как недостаток чего-то, а как вразумление Божие. То есть, Господь вам показывает, что ты, может быть, что-то делаешь неправильно. Ты вот бежишь очень быстро по жизни, а Он говорит, давай помедленнее, не торопись. Посмотри вокруг. То есть, болезни и немощи, они дают нам возможности до духовного роста. Вот так к ним надо относиться правильно. Не раздражаться, не осуждать. Святые вообще благодарили Бога за подобные вещи. Добрый вечер всем. Оль пишет. Добрый вечер. Вадим, дабы так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да, конечно, это правильно. Батюшка, помолитесь за Никиту. Вы скажите, о здравии надо помолиться, о здравии или о покоении. Ну, немножечко могу помолиться. Я, конечно, всегда откликаюсь на такие просьбы. Василий, почему священники жгли язычников? Я не помню таких случаев, чтобы именно священники жгли язычников. Были, конечно, в истории прецеденты, когда язычники, они ведь, обладая большим количеством людей, могли даже совершить революцию в какой-то стране. Поэтому власти очень часто их пресекали, действия. Конечно, наказывали. Но чтобы сами священники кого-то жгли, этого быть не может, потому что священник служит Богу, он не имеет права вообще кого-то убивать. Валерий, я благодарю Господа, что Он спас нас от метеорита, который упал у нас в Челябинске. Спаси, Господи, грешных. Аминь. Да, Валерий, метеорит – это, конечно, было событие из ряда вон выходящее. Не помню, там были погибшие или нет, но, кажется, даже никто не погиб. Это, конечно, удивительно. Многие люди завидовали очень, говорили, как так, русские все, что ли, ездят с видеорегистраторами, все засняли, как падал метеорит. Да, о здравии, Никита, да? Помоги, Господи. Одна. Немножко помолился, как смог. Помоги, Господь. Это всегда очень тяжелая трагедия, когда близкие болеют. Если они воспринимать могут болезнь достойно, то нам всегда очень непросто нести этот крест. Я посоветую почаще Никите исповедоваться, причащаться, по возможности выцерковиться, если он не был выцерковлен. Чтобы, если Бог даст, то произойдет чудо. Бывают такие случаи. А если нет, то, по крайней мере, человек уходит уже совершенно в другом состоянии. Вы знаете, вот у меня тут женщина одна писала мне. И говорит, батюшка, вот я работаю уже 18 лет в скорой фельдшером и в реанимации часто бываю. Я говорю, объясни мне, почему, когда человека соборуют, то три дня. Я говорю, что три дня? Ну, три дня проходит. Или человек умирает, или ему становится лучше. Почему так? Я говорю, я не знаю. Не встречал. Не часто я соборую, потому что у меня очень маленький приход. Но я тоже видел, как людям становится лучше. Прямо во время соборования. Вот так Господь являет свою милость, свое чудо. И причем она тоже говорит, что бывает не один раз в день совершают соборование. И я вижу, как это помогает. Причем неважно, какой священник. Молодой, пожилой, хорошо он молится или бубнит что-то себе под нос. Неважно. Люди выживают те, которых уже фактически похоронили. То есть ждут, когда человек умрет, а тут раз он идет на поправку. Разве это не чудо? Она же мне рассказывала такое, что ехали они на скорой помощи. И какой-то парень молодой на приоре начал их подрезать. То есть чтобы вызвать ДТП фактически. И тогда водитель просто взял и перекрестил этого парня. И все. И он поехал уже спокойно. Не стал никого подрезать. То есть бывают такие случаи удивительные, как Господь действует. И всегда хочется помочь людям, когда у них такая тяжелая ситуация, чтобы сказать какие-то слова поддержки. Чтобы вера наша укрепилась. Потому что действительно мы иногда чувствуем себя несчастными. Но вы представьте, как вот ощущают люди, которые узнали, что у них смертельная болезнь. Все, человек уже по-другому живет совершенно. Он уже не будет ругаться на кого-то. Не будет гордиться. Он уже думает совершенно о другом. Здравствуйте. Денис задает вопрос. А вообще интересно быть священником? Или ничего особенного? Так, Денис, знаете, это не работа, это служение. И когда ты становишься священником, то многое ты можешь понять только когда ты им станешь. То есть человек, который не совершает многие вещи как священник, он многого не поймет. Потому что у него другое отношение, другое понимание. Когда совершаются таинства, покаяния, когда люди очищают свою душу. Или таинства причащения тела и крови Христовых. Или соборования. Когда ты видишь, как благодать Божия меняет людей. Вот это чудо. И когда ты с ним сталкиваешься постоянно. Это, конечно, очень укрепляет веру. Ты видишь то, чего не видят другие люди. То есть, вот допустим, если ты исповедуешь человека, ты видишь, как у него душа меняется. А другие-то люди этого не видят. Там постоял, говорили, накрыл ей Петрахилю. Человек отошел и, бывает, плачет. И все. А что у него произошло, никто не видит. Но священник видит, как человек поменяться может буквально за одну исповедь. Это один из таких примеров. И таких примеров очень много. Ну, вот так же я сейчас рассказывал вам о соборовании, как часто бывает Господь. Являет свои чудеса. И для людей это уже привычно. То есть, они статистику ведут. Когда человека соборуют, они уже думают, ну что, три дня ждем теперь, как будет. Некоторые бабушки спрашивают их, что такое соборование. Они говорят, ну, соборование, это тебя там маслом помажут, а потом ты или умрешь через три дня, или выживешь. Это, конечно, уже неправильное такое понимание. Но, тем не менее, оно объясняет, насколько это серьезно. Почему так получается? Потому что человек зачастую, когда соборовится уже в тяжелом состоянии, он молится от всей души искренне. Оль пишет. Я тоже заметил, что Господь тормозит меня немощами, как вожжи. А то сразу мир засасывает напрочь. Да, вы абсолютно правы. Соборов. Батюшка, почему сейчас нет таких чудес, как в период Древней Руси, и почему нет знамений? Они есть сейчас в наше время. Но, во-первых, мы их не замечаем. Мы иногда говорим, да, это там преувеличили. Да, это все не так было на самом деле. То есть, мы сами ослабли в вере и не замечаем этих чудес. Это раз. А, во-вторых, мы не пускаем эти чудеса в свою жизнь. То есть, могло бы чудо произойти, если бы мы искренне в него поверили, а мы не верим. А если ты не веришь, зачем тебе чудо? Искушать Бога? Ну-ка, покажи-ка мне чудо, и я в тебя поверю. Это неправильно. Мы приходим к Богу не за чудесами. Во времена первых христиан и во времена крещения Руси, действительно, чудеса были нужны, чтобы привести людей к Богу. Поэтому их было так много. А сейчас, в наше время, в них уже нет такой необходимости, потому что чудес было очень много явлено. Построено огромное количество храмов. И люди уже в большинстве своем знают о Христе, но проходят мимо храма. Кто-то даже живет прямо у храма, но никогда туда не заходит. Чудо такому человеку не поможет. Даже если в этом храме будет служить какой-то святой батюшка, а такие примеры у нас есть, люди все равно не будут стремиться к Богу. Им легче и приятнее жить в грехах. Потому что, когда мы приходим к Богу, надо ведь менять свою жизнь, а этого делать не хочется. Валерий Василий, он упал у нас в озеро Чебаркуль, я сам видел. Да, Валерий, я думаю, очень многие видели это. Андрей спрашивает, Иван Грозный был раб Божий. Все рабы Божьи. Валерий, никто не погиб, да, никто не погиб. Одна. Спасибо вам большое, дай Бог здоровья. Одна. Мы верим в чудо, всегда молимся Луке. Что такое соборование? Соборование – это таинство, когда человека помазывают маслом семь раз с особыми молитвами. И для этого батюшку можно пригласить домой, чтобы он совершил соборование. Но, конечно, я советую обязательно исповедоваться и причащаться. И тоже можно батюшку пригласить домой, чтобы он человека исповедовал, причастил. Я сам встречал такие случаи, когда буквально человек за несколько дней или за несколько часов до смерти исповедуется. И говорят люди всегда о другом. Не как мы с вами про какую-то суету, а о серьезных вещах. У человека меняется взгляд на мир, совершенно другой становится. Поэтому обязательно по возможности причащайте Никиту, исповедуйте, приглашайте батюшку, сами за него молитесь. Там уже как Бог даст. Сергей, отец Антоний, скажите, определение смирения, как оно проявляется? Лава Дорофея нашел смирение, ни на кого не гневается, не прогнивает, считает это чуждым себе. И еще встречал определение, что смирение – это хранение мира в душе, с миром жить. Как можно определить эту добродетель, чтобы лучше понимать? Что такое смирение? Это когда мы сознательно себя унижаем. То есть это противоположность гордости. Гордость – это один из самых серьезных грехов, и с него все начинается. А смирение – это противоположность гордости. Вот так, наверное, будет проще даже понять, что это такое. То есть мы, когда смиренны, мы не стремимся превозносить себя над другими людьми. Мы стремимся прощать других людей, а не доказывать свою точку зрения. То есть очень много таких добродетелей, вроде бы нам понятных, но которые сформулировать четко бывает не так просто. Поэтому я сейчас, прямо вот как в учебнике определения вам не могу сказать точно, но примерно можно так понимать. Как противоположность гордости. И, конечно, это, да, проявление любви к людям. Но очень важно понимать, что есть еще, знаете, такое лжесмирение. То есть лжесмирение, когда человек вроде смиряется, на самом деле он думает, ха, посмотрите, какой я хороший. Это не настоящее смирение. Настоящее смирение, когда мы совершаем это ради Бога, для того, чтобы избавиться от каких-то своих страстей, измениться и через это приблизиться к Богу. Тогда это идет на пользу. Тогда это правильно. Собуров, я во сне видел сон, где черная фигура показала мне порвать веревку с крестом. Проснувшись, я действительно порвал цепь с крестиком. Но я советую вам не верить в сны. Это раз. А во-вторых, если такие вещи происходят, то исповедоваться в этом. Что вас по ночам пугают. Андрей, Бог действует всегда. И днем, и ночью. Сто процентов. Да, абсолютно правильно. Так, одна. Что такое соборование, батюшка? Да, я вроде бы уже про это говорил. Татьяна. Сергей, одеть крест обратно и каяться, каяться, каяться. Ну, видите, вы прям повторяете мои слова. Татьяна Сергеевна говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила Божия. Да, абсолютно верно. То, что бесы боятся креста, это на самом деле так. Это не преувеличение, это серьезно. Оль, одна. А, одна. Это Ник. Неверно поняла это таинство, где прощаются забытые, неисповеданные грехи. Оль, вы знаете, да, это говорится так, но смысл у этого таинства все-таки другой. Не забытые грехи простить, неисповеданные, а именно попросить Господу о укреплении душевном и телесном и по возможности о исцелении. Светлана. Верующим не нужны чудеса, чудо это то, что мы живем и Бог в нас верит. Да, я с вами согласен. Я бы вообще постарался не искать никаких чудес, не искать никаких сверхъестественных откровений или чего-то еще. Потому что очень часто люди после этого уже не могут жить нормально. Поэтому живите лучше, как живете. И слава Богу, что вы не видите ни бесов, ни ангелов, не видите многого. Если большинство людей бы видели духовный мир, как его видели святые, они просто с ума сходили. К сожалению, что иногда и бывает. Многие люди, которые занимаются разными эзотерическими практиками по общению с разными, как они говорят, сущностями, с эгрегорами и тому подобное, по сути они общаются с бесами. И в итоге очень многие заканчивают плохо. Это или душевные болезни, или какие-то очень серьезные проблемы в жизни. А иногда это заканчивается самоубийством. Поэтому заблудиться здесь очень легко. Поэтому я советую лучше, не надо на себя брать такие подвиги. Потихонечку молитесь, спасайтесь. И вот от этого будет польза. Жорж, ко мне ночам приходят мои друзья. Те, кто погиб в бою, приходят и молчат. Я выжил, а они нет. Живу в долг за них. Я советую. И тем самым вы больше всего сможете им помочь. Церковь. Андрей, кто в церковь бьет в колокола? Ну, обычно это звонарь. Человек специально обученный. А если нет, то есть сейчас механически разные средства, чтобы определенный звон раздавался. Олег, судя по твоей внешности, жизнь у вас тяжелая была. Я не видел, о какой внешности речь. Во каким дням будьте добры? Это про колокольный звон. Перед службой колокольный звон всегда раздается, чтобы собирать людей на службу. Добрый вечер всем. Вот куда надо заходить людям, учиться, как общаться друг с другом. Спаси Господи, да. Витя, ты отец. Да, Витя, я священник. Жорж, я хожу в церковь, молюсь за них, ставлю свечки за невинно убиенных. Правильно, так и делаете. Можете еще милостыню подавать. То есть вещи какие-то давать людям, чтобы за них помолились. Из продукта, деньги, по возможности. Разумеется, это все должно быть по силам, чтобы вам не было какого-то затруднения. Чтобы вам была радость от этого, что что-то сделали для них. Главное делать это регулярно. От этого будет гораздо больше пользы. Так что я желаю вам Божьей помощи. Молитесь всегда за своих близких, усопших. Потому что, когда мы молимся о здравии, вы прекрасно знаете, как молитва помогает. Вот поставьте лайки просто или напишите, кто сталкивался с тем, что молитва о здравии помогает. Когда случались исцеления какие-то. Другие называют это чудом. Когда людям становилось легче. Видите, вот все ставят лайки в подтверждение этих слов. Мы все с этим сталкивались. С чудом. Когда мы молимся за усопших, наша молитва имеет такую же огромную силу. Об этом всегда надо помнить. И когда мы за них молимся, мы им помогаем больше всего. Как только можем. Вот на моей страничке есть такая небольшая история о том, как некий человек молился за диакона. Он был священником. И тот ему тоже явился и сказал, мы видим, как вы за нас молитесь. Спасибо тебе большое. Может быть это как даже притча такая, история жизни. Но главное, что она призывает нас больше молиться. Мы себе даже не представляем, насколько страшно. Ведь кто из наших близких успел подготовиться к уходу из жизни. Единицы. Большинство ушли из жизни, не подготовившись. И представьте, если за человека никто не молится. Каково ему там. Поэтому очень важно молиться и тем самым больше всего им помогаем. Своим близким. Ну, братья и сестры, потихонечку давайте мы будем заканчивать. Я отвечу на последние вопросы. И будем заканчивать. Андрей, люди часто меня спрашивают, где был Бог, когда произошла какая-то трагедия. Пожар, дети погибли. Или вы в состоянии сегодня ответить на вопрос. Этот вопрос очень часто задают. Вы знаете. Знаете, жизнь наша – это свободный выбор. Мы сами выбираем, как жить. Господь нас не заставляет идти куда-то или что-то делать. Мы сами выбираем. Если люди привыкли жить в грехе, неудивительно, что это приводит к таким последствиям. Вот вам детишек жалко, которые погибли. А сколько миллионов людей у нас делают аборты? Женщины добровольно убивают своих детей. Почему вы об этом не думаете? Почему вам не жалко этих детей, не родившихся? А жалко мамочек, которые потом мучаются, всю жизнь за это отвечают? Если люди живут без Бога, нечего удивляться, что они живут по-скотски. Понимаете? Если человек выбирает жизнь животную, то как Господь ему может помочь, если человек всегда Бога убирает из своей жизни? На этот счет очень хорошая попадалась мне статья, что в Америке целенаправленно отовсюду Бога убирали. Запрещали священникам проповедовать, учить людей. Потом говорят, уберите распятие из школ. Там же раньше распятие везде было, чтобы люди перед уроками молились. Все. Люди везде Бога выгоняют. А как только им что-то понадобилось, они сразу про Него вспоминают. Почему вы про Него не вспоминали, когда все было хорошо? Это одна сторона. А вторая сторона – мы не знаем промысла Божьего. И те дети, которые погибают, они больше шансов, что спасают свою душу, чем если они будут жить, как животные, и потом умрут, не раскаившись, и пойдут в ад за свои прегрешения. Вот что лучше? Чтобы ребенок в детстве в рай попал, или чтобы он жил, как скот, а потом мучился в аду? Не потому, что Бог такой плохой, а потому, что ад для этих людей – самое лучшее, чего они достойны. Они сами себя наказывают. Понимаете? Поэтому не надо на Бога валить многие вещи. Если люди сами выбирают такую жизнь, это их выбор. Им так нравится жить. Понимаете? Вадим, почему именно православие, ваш взгляд на другие конфессии? Потому что православие – это правильная вера. Она не искажала учения Христа и апостолов. Другие конфессии отделялись именно потому, что считали, что они могут что-то изменить, придумать что-то свое. И это приводит к таким последствиям, которые мы видим, к сожалению, негативным. Есть люди, которые верят 50 на 50. Как понять таких людей? Ирина спрашивает. Это люди неверующие. Нельзя верить или не верить. Или ты веришь, или ты не веришь. Те люди, которые говорят, у меня Бог в душе, или я верю во что-то там высшее. Это люди неверующие. Можете зайти, посмотреть на моем канале YouTube и на моей страничке ВКонтакте, в Одноклассниках. Моя проповедь воскресная в это воскресенье. Именно о том, что две главные заповеди. Возлюби Бога всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. А вот там я объясняю эти вещи. Людям очень понравилось. Говорят, доходчиво мне удалось это объяснить. И советую вам, посмотрите. Там есть интересная мысль. Валерия, батюшка, что значит святая святым? И почему люди после этого делают земной поклон? Ну, это вы говорите о моменте литургии, когда мы уже готовимся к причащению. То есть, когда самая главная часть службы закончилась, и вот мы будем потом причащаться. И поскольку тело Христово – это самая большая святыня, мы говорим «святая». А святым – это то, что мы, исповедовавшись, покаявшись в своих грехах, на короткий миг уподобляемся святым. Потому что если мы покаялись от чистой души полностью, то мы действительно какое-то время еще не успели нагрешить, и мы уподобляемся святым. И мы сами стремимся к Богу. Поэтому и говорится, что самая большая святыня – святынь, тем, кто достоин этого. И делают поклон в знак благоговения перед Господом, перед святыми дарами. Валерия, у меня было, но это, видимо, о том, как молитва помогала. Жорж, спасибо большое, спасибо Господу. Оль, вся жизнь чудо со Христом, слава Богу. Поздравляю вас, Оль, это отлично, когда вы так живете. Всем бы так жить и видеть вот эти чудеса, которых нам Господь постоянно являет. Людмила, что лучше читать за усопших? Ну, вы знаете, я советую искренне молиться. Вот вы просто скажете, помяни Господи о упокоении усопшего раба Божьего. И назовете имя. Или имена даже можно перечислить. Вот эта ваша искренняя молитва, она такая простая и не требует много времени. И то же самое, когда мы с вами ставим свечку, мы ставим свечку и говорим, помяни Господи о здравии или о упокоении, за кого мы там молимся. Мы от этих людей приносим такую небольшую жертву Богу. Это очень важный момент, когда мы с искренней молитвой, с искренней верой молимся и ставим свечи. Также есть в утренних молитвах у нас помянник о здравии и о упокоении. Мы можем помолиться там за своих близких и тем самым помянуть их в молитве. Также в особых случаях люди могут читать Псалтырь. Но я не буду сейчас рассказывать, как это делается. В общем, много разных форм молитвы. Самое главное, чтобы эта молитва была искренней, от души. Потому что молитва – это разговор с Богом. Вот об этом всегда помните. Что такое молитва? Не вычитать какое-то правило. Не совершить как положено все. А именно от души стремиться к Богу. Светлана, спасибо за ответ. Спасибо, Господи. Валерий Батюшка, скажите, пожалуйста, когда молнию убивает человека или сжигает дома, это за грехи человеческие? Не всегда. Понимаете? Мы не можем знать промысел Божий. Иногда, да, конечно, это бывает за грехи. А бывает и у святых людей разные ситуации возникают. Как вот бывает, люди, да, паломники ехали куда-то, причастились, а потом едут и попали в аварию. Бывают же такие ситуации, да? То есть, это нам важно, понимаете? Как человек умер, что там. А для Бога важно не это. Ему важно, спас ты свою душу или нет. Поэтому мы-то хотим, чтобы было хорошо здесь и сейчас. А Бог хочет цель. Есть люди, которые верят, но не уверены. Это как? В смысле, что у них слабая вера? Да, возможно. Светлана, спасибо, батюшка, за ответы. Дай Бог здоровья. Спасибо, Господи. Мне очень важно, братья и сестры, видеть ваши ответы, благодарности. Какие-то иногда бывают и замечания к моей деятельности. Но мне это очень помогает. Я вижу с вами обратную связь. Вижу, что вы слышите, что вы не слышите. В какую сторону мне развиваться в этом. В чем совершенствоваться. Чтобы слова мои проповеди лучше доходили до людей. Мы не просто так поговорили и все забыли, а чтобы мы постепенно через такое общение менялись. Вот это цель нашего общения. Спасибо, Господи. Оль, Сергей, спасибо, Господи. Андрей, я думаю, Бог мыслит не как люди. Он имеет другое мышление. Не человеческое мышление, не наше. Он творец небес и земли. И я думаю, это возможно у нас следить друг за другом. Ну, Андрей, Господь, Он вообще не такой, как мы. Поэтому у Него нет времени. Он не ограничен пространством, как мы. Поэтому, конечно, совершенно по-другому мыслит. И мы, может быть, это ограничено так говорим, что мыслит. А у Бога это совершенно другое. Сергей, двоеженство священникам разрешили. Но это, опять же, касается, насколько я помню, Константинопольского патриархата. У нас это не разрешено. Верующие только те, что в церковь ходят. Да, я с вами согласен. Те люди, которые говорят, что верят в Бога, но не ходят в храм, это люди неверующие. Андрея, вы видели лица ангелов? Нет, я не видел. Светлана. Ну, я не буду читать комментарий. Там правильно вы все сказали. Батюшка, спасибо за доступные ответы, Людмила. Валерий, спасибо, батюшка. Ответьте мне, пожалуйста, почему человек не может запомнить Отче наш? Так Господь человека смиряет. Он, наверное, думает, что он очень умный. И все у него получится. А Господь ему показывает, что если он не захочет, то ты и Отче наш не запомнишь. Поэтому надо смириться. И пока не запомнил, читать по бумажке в молитвослове. Или в смартфоне сохранить эту молитву и читать ее по памяти. Не по памяти, а так. Да ничего страшного в этом нет. Самое главное – не торопиться. И читать молитву осознанно, чтобы каждое слово касалось нашего сердца. Тогда такая молитва будет иметь пользу. А если мы будем с вами торопиться, то пользы, конечно, от этого не будет, или ее будет совершенно мало. Ну, давайте, друзья, последний вопрос. И будем с вами прощаться. Желаю вам всем Божьей помощи. Как говорил, у меня есть канал на YouTube. Есть страничка в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Вы можете написать мне. Я готов ответить на вопросы. Чем-то по мере сил помочь. Подсказать что-то. Это был проект «Батюка-любовь». Священник Антоний Русакевич. Позитивный батюшка на острове. Я служу на острове городом Левтерской области. Поэтому рад был с вами сегодня пообщаться. Несмотря на то, что были вначале технические проблемы. Но, тем не менее, все прошло хорошо. Сегодня были интересные, хорошие вопросы. Я всем вам желаю, братья и сестры, Божьей помощи, крепкой веры. Увидимся с вами в следующую среду. В 8 часов вечера по московскому времени. Спасибо, Господи. До свидания.